крепость который или крепость святого иоанна многие туристические компании рекламируют этот залив как где расположен городок самый южный фьорд европы нас на самом деле не так потому что это в принципе долина реки которая в древности ушла под морскую воду так ну крепость сама она разделяется как бы на две части первая часть которая нижняя назовем это которая осуществляет оборону порта осуществляла она ну и вторая часть уходит туда в скалы в горы наверх поэтому если в вас нет времени и желания можно конечно погулять по этой крепости несколько таких интересных барельефов и сделать очень много красивых фотографий ну а если у вас позволяет здоровье в первую очередь физическое здоровье конечно обязательно нужно подняться в горы именно на верхушку крепости существует принципе два пути платный и бесплатно вот на это фотографии сейчас левой стороны это платный по ступенькам а с правой стороны бесплатный по старой австрийской дороге это видео начинается с платной дороге с вас попросят 8 евро за вход кстати иногда туристы писали что уникет открыт и можно зайти бесплатно не могу говорить когда он платный когда бесплатный как говорится в случае это официальный вход поднимаетесь по ступенькам периодически такие вот всякие обзорные площадки вам на пути встречается предупреждая сразу что скамеек нету или почти нету да поэтому возьмите пожалуйста бумажку мягкую подушечку либо что-то что может и подложить путь по под попу потому что камни зачастую бывают довольно таки грязные вот это с левой стороны это дорога которая как бы она идет параллельно стены вид нас по этой дороге доставляли грузы ну а потом в одном месте позднее на видео видите эти два пути соединяются многие предпочитают кстати второй вариант бесплатно с точки зрения что более полуги не надо многим не нравится не любить вот эти вот ступень кстати эта крепость произвел она начал еще строится эллинами древними греками потом в отделе и венецианцы и ты динер на одна из немногих крепостей в европы которую турки не смогли взять не в шестнадцатом и семнадцатом веке ну это понятно потому что такое расположение даже надежно со всех сторон скала честно и тяжело взять приступом даже не многотысячную армию кстати не ожидайте увидеть на горе по под исследованием чего-то необычного камни развалины и остатки крепости вот как пример вот это да что-то здесь было ну ничего кроме остатков старого кирпича не осталось но это небольшое видео это уже про бесплатный вариант вот таким зигзагом она поднимается вверх гравийная дорожка ступени там нету намного длиннее этот путь если там по ступенькам по 1460 ступеней то здесь можно сказать их нету но он зато длиннее это вид сверху на эту староастрийскую дорогах и называют ну а когда вы подходитесь в пути это уже место соединения этих двух маршрутов вам нужно будет пролезть через такое вот окно ну кстати зазорного ничего нету потому что большинство туристов именно так и делают то есть это принципе здесь считается нормальной вещей почему так сделано ну не знаю то есть если не хотите лезть через окно потом поднимайтесь по ступенькам платить и 8 евро если где-то бесплатно чуть больше путь проходите без ступенек и залазьте в это окно но эти уже два пути платный бесплатные соединились но как мы видим особой частоты идут внутри этих развалин нету скажем так за что берется эти 8 евро честно говоря не знаю ну или догадывать по крайней мере кому-то в карман ну наверху то ради чего сюда стоить это ответственные скалы и утром умопомрачительный вид на котором старый город на бухту то есть кто любит делать различные фотографии крица ваком добро сюда пожаловать потому что ну ради лезть туда чтобы смотреть на вот эти вот развалины но как бы я резона особого не вижу развалин везде хватает и внизу в долине поэтому в основном это именно вот вид который открывается суда отсюда на этот город поэтому еще раз говорю если ваше физическое здоровье позволяет и есть время то конечно можете подняться и наделать вот таких вот фотографий которые вы дальше увидите и так крепость которым